МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. Сегодня, как обычно, мы расскажем вам о ярких событиях, интересных фактах и неординарных людях. Первое мая – праздник весны и труда. Кто-то отмечает его на демонстрации, кто-то за городом на шашлыках, ну а некоторые и вовсе не отмечают. В любом случае, я надеюсь, вам будет интересно узнать, что же происходило в нашем городе в первый день мая. Традиционно 1 мая по всей стране прошли торжественные шествия, посвященные празднику весны и труда. Исключением не стал и наш город. В Рязани первомайская демонстрация стартовала на площади Победы, а завершилась в районе площади Ленина. По предназительным подсчетам в шествии участвовало порядка 25 тысяч человек. В их число вошли представители промышленных предприятий и заводов, вузов, СУЗов, школ, учреждений культуры и здравоохранения, а также представители различных политических партий. Конечно, каждый из них вкладывал свой смысл в этот день, но все же для всех 1 мая остается праздником, а не просто еще одним выходным днем. Для меня 1 мая как был, так и остается днем международной солидарности трудящихся. Сегодня 140 странах мира трудящиеся вышли на эту акцию для того, чтобы сказать о своих требованиях, заявить о своих правах. И, конечно, Рязань не стала исключением. Видите, сколько много людей собралось на этот праздник. В то же время это праздник труда, праздник весны, нового обновления. И я поздравляю всех рязанцев с 1 мая. Я всем желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой. Пусть этот праздник принесет нам действительно обновление, побольше ярких и светлых моментов. Всем мира и добра. 9 мая, в День Великой Победы, мы поздравляем всех ветеранов, желаем им крепкого здоровья и не устаем благодарить за то, что они для нас сделали. Ну а в следующем сюжете мы бы хотели перенестись в страшные 40-е годы и рассказать о том, как жила Рязань в это нелегкое время. Многие не знают, но в нашем городе до сих пор можно своими глазами увидеть следы Великой Отечественной войны. Так, например, на валу Рязанского Кремля до сих пор видно место, где располагались зенитные установки, которые хранили небо нашего города. Бомбить Рязань фашисты начали в октябре 41-го года. И хотя основной их целью была железная дорога, на тот момент наш город мог бы лишиться таких памятников истории и архитектуры, как Успенский собор и колокольня Рязанского Кремля. Считалось, что колокольня, Успенский собор является слишком хорошими ориентирами для вражеской авиации. И было мнение, что их нужно снести. И, вероятно, если бы немецко-фашистские войска не были отброшены в свое время от Москвы довольно быстро, на 100-150 километров, возможно, даже бы и мы лишились бы этих ценнейших памятников архитектуры и нашей истории. Рязань могла лишиться не только этих памятников архитектуры, но и самого музея. На тот момент он являлся областным краеведческим музеем и уже тогда насчитывал более 100 тысяч единиц хранения. Многие экспонаты в связи с началом войны были эвакуированы. Однако в скором времени встал вопрос о закрытии музея. Это было, скажем так, не распоряжение центра, а скорее необдуманное решение местных властей по распоряжению председателя горосполкома. Было предписано музею свернуться в двухдневный срок и выехать из зданий Кремля. Между тем, никаких новых зданий музея никто предоставлять не собирался. В здании, которое занимал музей, планировалось разместить школы и библиотеку пединститута. Однако Сергей Кучевин, который на тот момент являлся директором музея, сделать этого не позволил. Был достаточно такой старый большевик, политработник, 1905 года рождения. С 1926 года он состоял в партии и числился тогда в резерве политсостава, как это называлось. Вместе с тем этот человек был достаточно широких взглядов, разумный. Он понял, что если музей закроется, это будет только плохо. И для государства в целом, и для людей в общем-то в этом государстве тоже. Он занял достаточно твердую позицию. Он написал докладную записку лично Сталину. К копию этой записки направил наркому просвещения Потемкину и еще председатель ЦК ВКПБ Маленкову, где указывал, что закрытие музея повлечет за собой необратимые последствия. Прежде всего для коллекции музея, а это 100 тысяч единиц хранения уже тогда, погибнут ценнейшие памятники, которые накапливались и делались веками. «Государство понесет убытки в несколько десятков миллионов рублей». Это тоже не применило указать. И рассказывал, что музей вполне готов и может работать под лозунгом «все для фронта, все для победы». Делать выставки, читать лекции, организовать передвижную библиотеку, если нужно. Все, все, все. И это был готов музей делать. Переписка длилась довольно долго, несколько месяцев, но в результате музей остался на своем месте и продолжил активную работу. За время войны его сотрудники провели более 100 выставок, прочли порядка 800 лекций, а в целом музей обслужил более 4 тысяч посетителей. А государственные заказы были, например, такие. Надо было сделать выставку, которая рассказывала бы об исключительной чести и пользе для войны быть донором, «О переливании крови». Ну, что делать надо делать, значит, выставка была сделана. Выставки преимущественно носили такие названия. «Русско-японская война», «Интервенция польская», значит, 17 века, «Смутное время». То есть, в основном, такая вот военная тематика. Если хотели что-то другое показать, обязательно все равно к этой военной тематике привязывали. Была даже такая выставка, которая звучала следующим образом – «Лекарственные растения и обороноспособность страны». Сотрудники музея также активно принимали участие в сборе средств на нужды фронта. В то время, конечно, у населения происходили займы различные на военную технику, и сами люди собирали средства на войну. Ну, и в том числе сотрудники музея собрали сумму, которую вложили в строящийся танк тогда. То есть, можно так сказать, музей на свои средства построил танк, который воевал на фронте Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что музей продолжил свою работу, в годы войны его коллекции значительно пострадали. С самого начала войны был организован такой фонд государственной обороны по отбору ценностей. В музее тоже тогда сперва где-то около 500 экспонатов самых ценных, потом более 700 отобрали у нас. Нужны были деньги, поэтому даже музею пришлось сдавать самые ценные вещи из золота, серебра, жемчуга, парчи, бархата. То есть, наиболее такие ценные предметы. И все это шло в фонд государственной обороны. Но, с другой стороны, в силу объективных обстоятельств в коллекции музея появились и новые экспонаты. Так, когда немецко-фашистских захватчиков отбросили от Москвы, в том числе выбили из южных районов Рязанской области, экспозиция пополнилась такими вещами, как военное снаряжение, оружие, обмундирование, которые и сегодня мы можем увидеть на выставке, посвященной Великой Отечественной войне. Ну а теперь вернемся в день сегодняшний и обратим внимание на подрастающие поколения. И хотя все привыкли ругать современную молодежь, справедливости ради стоит отметить, что среди них есть мальчишки и девчонки, которыми могут гордиться далеко не только их родители. Занять ребенка по полной программе или же оставить форму проведения досуга на его собственное усмотрение. Сегодня этим вопросом озабочены многие родители. Но вот для мамы-двойняшек Веронике Федотовой такой вопрос не стоял. Изначально ей хотелось понять и полностью раскрыть способности своих детей. Да и потом в любом случае спокойнее, когда точно знаешь, чем занят твой ребенок. Особенно по нашей неспокойной жизни сейчас лучше, когда дети пристроены, когда родители знают, что ребенок не сидит дома, не сидит в компьютере, не сидит в телевизоре, в котором далеко не каждую программу ребенок может адекватно как-то воспринять. То есть лучше, если это время он заполнен какими-то занятиями, тем более с профессиональными педагогами. Вика и Ника. Между их рождением минута разницы, которая вылилась в значительное различие во внешности и характере. Но в одном девочке похожи. Оправдывая свои имена, они всегда и во всем стремятся к победе. Победа важна, потому что мне не нравится проигрывать. О каких победах может идти речь в их еще совсем юном возрасте? Но глядя на своеобразную стену славы с огромным количеством кубков и медалей, вопросы отпадают сами собой. Остается только удивление, ведь все эти награды завоеваны в виде спорта, который девичьим назвать сложно – каратэ. Начнем с того, что есть масса видов спорта, которые считаются девчачьим, но они не менее травматичные. То есть в свое время мы попробовали пойти в гимнастику и поговорив с родителями детей, которые занимаются уже профессионально и долго. То есть это те же самые травмы, причем в не меньших количествах у детей-гимнасток. Пойти на каратэ нас в основном подвигла наша няня. В какой-то момент жизни она пришла и рассказала страшную историю. А сын, подросток, стоял на остановке, мимо проходит толпа пьяных подростков, кидает в него бутылку. Абсолютно на автопилоте, не задумываясь, то есть мальчик выбросил блок. Вот этот блок стоил ему жизни. Изначально Вероника просто хотела, чтобы девочки могли за себя постоять. И уже потом поняла, что эти занятия дают им намного больше внутреннюю силу и уверенность в себе. Мне нравится заниматься каратэ, потому что я воспитываю силу воли. Мне становится более спокойно где-либо выступать. Например, на сцене у меня становится не так страшно. Мне нравится заниматься спортом, потому что это интересно. Многочисленные соревнования, награды. Бывает тяжело, бывает больно. Но девчонки, несмотря ни на что, двигаются вперед и на своем пути уже дошли до черного пояса. Они сейчас сдали у нас на внутренний первый данный черный пояс. Кстати, вот из-за этого возраста, это вторые у меня спортсменки или спортсмены, которые в таком возрасте именно сдали международную программу. А дальше будем смотреть, как они смогут себя на другого же арене показать. Внутренние экзамены, поездки на крупные турниры. Все показывают и говорят о том, что они для сдачи на международный черный пояс готовы. Сейчас мы готовим почву, чтобы пригласить сюда, может быть, Сансея Танакута Кинори Тегу, японца, председателя ГКС Всемирной Организации. Если получится, то они здесь будут сдавать. Вики и Ники всего лишь 13, а за их спинами уже огромный опыт. На сегодняшний день они являются многократными чемпионами и призерами первенств чемпионатов России, а также четырехкратными призерами первенств Европы. А с последнего чемпионата мира по каратесу Токан, который прошел в Польше, Вика и Ника привезли 8 медалей. Я так понимаю, это у вас своеобразная стена славы? Да. Да? Кто был инициатором того, чтобы это сделать? Конечно же, мама. А у вас есть какой-то определенный ритуал? Вы приезжаете с соревнований, думаете, какую медальку, куда повесить, какую фотографию? Или как-то все так спонтанно получается? Нет, мы каждый раз приезжаем, когда соревнования, мы вешаем медальки, привозим обязательно какие-нибудь сувениры и расставляем на полочке. В каких странах вы побывали? И не знаю, где, может быть, тебе больше всего понравилось? Мы были в Германии, Польше, Чехии, Японии. Список увлечений, однако, не ограничивается каратэ. Помимо этого, они занимаются музыкой, вокалом, танцами, а летом еще и теннисом. Удивительно, что девчонки успевают с такой загруженностью хорошо учиться. Кстати, в школу они пошли с пяти лет, и сегодня в свои 13 оканчивают 8 класс 34-й общеобразовательной школы. Я горжусь им, что они чем бы ни занимались, они во всем добиваются успеха. Я горжусь тому, что у них хватает сил, энергии при таком объеме занятий, знаний, педагогов, оставаться смешливыми, веселыми, где-то похотать, где-то поиграть. Не важно, что мы ездим в соревнованиях уставшими, то есть у них ко всему очень положительные отношения. Удивительно еще и то, что они всегда с энтузиазмом воспринимают идеи заняться чем-то еще, а иногда подают их сами. А хотелось бы заняться еще чем-то? Да, хотелось бы, я хотела бы покататься на лошадях, конный спорт. Но пока на конный спорт действительно не хватает времени, и домашних обязанностей с девочек никто не снимал. И за собаками нужно ухаживать, и за порядком следить. Что будет в будущем, станут ли они знаменитыми спортсменами или артистками, в общем-то, не так уж и важно. Главное, чтобы они нашли свое место в этой жизни. А с таким багажом знаний сделать это им будет несложно. Ну что ж, мы желаем вам хорошего продолжения майских праздников. Поздравляем всех с великой победой и с нетерпением ждем новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова